Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Весной, когда у нас были сильно большие морозы, я выложила видео, которое называется «Нежный петруша-огородник не пережил заморозков». И там у меня было фото, где вот вдоль, кто видел, может быть помнит, вот здесь вдоль теплицы я высаживала 5 кустов петруши-огородника для получения раннего урожая. Но во время мороза они так замерзли, они были без укрытия, они вообще, ну как их морозом убило полностью, они все почернели. Вот это вот уже другие я посадила. Ну как мне люди советовали, вы не убирайте их, они обрастут. Но так как у меня было много рассады, я из 5, 4 поменяла по краям, вот эти 2 новых и вот эти 2 новых. А один посередине, вот этот вот, оставила старый куст. Чтобы потом вам показать, как влияет вот эта заморозка, обрастет он или не обрастет. Вот сейчас эксперимент мой удачно закончился, сейчас я вам покажу этого петрушу-огородника. Все, что у него было вверху, у него засохло и отмерло. И вот даже вот этот вот томатик, он был в то время уже маленькой завязью, видите, он был полуобмороженный, и он получился уродливый, его, конечно, нужно убрать. Но дело в том, что куст восстановился, он, правда, долго отставал в росте, а он как восстановился, он просто вот везде, видите, снизу, по бокам, вот эта вот кочерыжка одна оставалась, он выпустил новые пасынки, и вот на этих пасынках стали образовываться томатики. Сейчас он уже всех догнал, и у него уже вот такие огромные, спелые, такие розовые плоды. Он ничем не отличается от других, и его, видите, как, взрослые, хорошие, на нем такие томатины. Вот на этих, конечно, много тоже, но дело в том, что они не травмированы морозом. Так что, кто хочет себе посадить сорт петруша-огородник, кто ни разу не садил, можете, вот его одно качество могу вам подсказать, что он после подмерзания восстанавливается и обрастает вновь. Его не надо выдергивать, нужно просто оставить, дать ему какое-то время, и он потом покроется вот такими вот огромными, ну, как не зелеными, потом, конечно, красными, огромными плодами в форме колпачка. Вот это петруша-огородник, про которого я так опрометчиво написала, что нежный петруша-огородник не перенес мороза. Мороза он перенес, он прекрасно себя чувствует. Кому интересно, посмотрите видео от 18 мая, называется «Нежный петруша не перенес мороза» или «Заморозкали». Вот этот самый петруша-огородник. У него хороший... Сейчас сорву вам один плод. У него хорошие такие уже большие плоды. Сегодня свежую, ну, больше 200 грамм это точно. Это если учесть, что у него было отставание из-за мороза, который был у нас весной. Если бы мороза не было, я думаю, что он вместе с другими был бы еще в конце июня даже. Потому что сейчас вот вторая половина июля, он уже восстановился, догнал, поспел. Все, с вами была Ольга Чернова. Это не видеообзор сорт петруша. Потом, когда побольше поспеет, я приду, сделаю полный видеообзор. Это вот одно из его качеств и его характеристики, что он переносит большие перепады температур в минусовую сторону и может обрастать после подмерзания куста. Главное, чтобы вот это основание, вот этот вот стебель остался. Видите, и начинается у него новая жизнь. Все. Вот это мои петруши. Нынче очень хорошие такие, очень здоровые. Мне кажется, тут даже и за 300 граммов будут плоды. Очень большие и очень много им тесно. Они давят друг друга. Они вот там везде, везде, в каждой, в каждой дырочке. Петруша-огородник сидит. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Набирайте город Бийск, Алтайский край. Моя фамилия, имя. Все. И можете там смотреть видеоматериалы, смотреть мои фото. Почти ежедневно что-нибудь снимаю, выкладываю. Будем учиться получать большие урожаи. До свидания.